Еженедельное оперативное совещание открыл первый заместитель председателя правительства Забайкальского края Андрей Кефер. Он рассказал о новых поправках в краевой бюджет на 2024 год. В региональной казне сложилась весомая экономия в 1,2 млрд рублей, которым уже нашли применение. Большую часть направят на строительство дорог, а остальное уйдет на сокращение жилого фонда, в котором нельзя жить, на ледовую арену в Приоргунске, ликвидацию экологических ущербов и на строительство Дома культуры в Аксеново-Зиловском. И нового ФОКа в Чернышевске. Затем собравшись и остановились на докладе зампреда правительства региона, курирующего сферу ЖКХ и строительства Алексея Гончарова. В краевом бюджете на подготовку к отопительному периоду 2024-2025 годов предусмотрено 200 млн рублей. На сегодняшний день осуществляется прием заявок на конкурсный отбор муниципальных образований и мероприятий на представление субсидий на подготовку к отопительному периоду состоятся в период с 18 по 22 марта 2024 года. Кроме того, на этот год предусмотрено финансирование в рамках региональной программы модернизации систем коммунальной инфраструктуры в сумме 969 млн рублей. В том числе это 461 млн рублей средства Фонда развития территорий. На указанные средства планируется в срок до 01.12.2024 провести капремонт 10 км сети водоснабжения, 700 метров сети водоотведения и 3,4 км сети теплоснабжения. Строительство двух очистных сооружений в городе Бали и селе Балига. Затронули и вопрос газификации частных домов Читы. Алексей Гончаров рассказал, что контроль за процессом ведется еженедельно и показал таблицу планов до конца этого года, где возможной датой запуска газа в 13 тысяч домовладений может стать 17 июня этого года. Такой исход возможен при соблюдении плана графика. Еще одной датой также был назван сентябрь 2024 года. По переводу 13 тысяч 200 домовладений обход планируется завершить до 30 апреля. Сейчас обход завершен в 9 тысячах 98 домах. Для работы задействованы 14 человек, это 7 бригад. Обсуждали и начало пожароопасного сезона. Край начал гореть. Однако, по словам зампреда правительства региона Николая Захарова, забайкальские пожарные полностью готовы к борьбе с огненной стихией. Уже потушено 93 возгорания. Обучение прошли 560 человек, 100% личного состава, которые должны были пройти обучение. Техника укомплектована, отремонтирована, готова к использованию. В рамках контрактации заключено 19 контрактов на использование 19 судов воздушных. Николай Захаров рассказал, что сегодня началась работа по созданию пожарной части в Смоленке. Туда закупили 5 единиц техники. Григорий Анипер, Владимир Николаев, РТК Забайкалье.